Особое мнение на 101FM Ну и сразу, чтобы не обманывать слушателей, давайте скажем, что программа наша выходит в записи, записываемся мы вечером 13 октября, потому что в четверг, 14-го в прямом эфире мы, к сожалению, встретиться не сможем. На содержательной части нашей беседы, я надеюсь, это не отразится, тем много они важные, дискуссионные, так что будем сейчас дискутировать. В общем, приступаем. Итак, в среду, 13 октября, стало известно, что глава города и председатель Кировской городской думы Елена Ковалева внесла на рассмотрение депутатов проект изменений в устав города Кирова, в соответствии с которым все депутаты Кировской городской думы будут избираться по одномандатным округам, а списочников, то есть депутатов, избранных по спискам от партий в думу, в Кирове не будет. Ну, это вот пока проект, да, то есть как оно на самом деле случится, мы не знаем, и тоже должна извиниться за то, что могу где-то некорректно сформулировать, потому что официальная инициатива нигде не оформлена, не выложена, по-моему, 15 октября ее должны опубличить. Ну, и, естественно, это решение должно пройти в том числе через публичное слушание. Если я понимаю верно, речь идет о статье 22 устава города Кирова, городская дума называется эта статья, городская дума Кирова избирается на 5 лет, состоит из 36 депутатов, 18 избираются по одномандатным округам, 18 избираются по единому избирательному округу, ну, соответственно, по спискам. Ну, вот, теперь предложено всех, все 36 депутатов будут избираться персонально, то есть, вот, голосовать будут за конкретного человека, а не за партию. И многие эксперты говорят, что делается это в интересах единой России. Ну, может быть, они хотят этот финт, так сказать, сделать такой же, а Ковалева здесь является таким инструментом. Она и так, как бы, слабый специалист по управлению городом, ну, можно сказать, никакой политикой, она тоже особо не занималась. Я не знаю вообще ее роль, как бы, в городе Кирове, но используют ее очередной раз. Ну, окей, хорошо. Ну, предполагали эксперты, что что-то подобное может быть, вот, на фоне истории с ЗАГС Собранием, с этим фокусом, который провернули, да, по сокращению числа депутатов, и, соответственно, получилось, что у нас списочников 13, одномандатников 27. Говорят, что одномандатников проще провести в представительный орган, потому что тут, вот, ну, как бы, у единой России есть... Проще провести в деревне, там, условно говоря, потому что, вы знаете, вот, какими-то, там, подачками, вот, я знаю, что некие депутаты, там, в селах, вот, приходили, там, вот, дворец культуры, там, ну, вот, формы раздадут детям, там, значит, клюшки, там, вот, из своих огромных, там, миллионов, там, ну, полмиллиона, там, ну, давайте отремонтируем вам, там, дворец культуры какой-нибудь, там, да. Ну, и в районах, кстати, от Единой России по одномандатным округам часто шли руководители предприятий местных каких-то, то есть это фактически основной работодатель, то есть понятно, что человек за него может голосовать. Да, можно, в принципе, эти средства есть, и, пожалуйста, и многие сельчане воспринимают вот такого рода подачки, как свое обязательство, там, каким-то образом ответить, то есть с этой точки зрения можно сказать, что политическое сознание, там, население и городе сильно отличается. Так, то есть вы думаете, в городе это не сработает? Я почему-то уверен, что в городе это, ну, хотя вы можете сказать, что вот 500 рублей же когда-то сработало, там. Сработало, было дело. Вот, но это 500 рублей каждому персонально было, то есть и сейчас можно было бы дать по 500 рублей, там, ну, условно говоря, и сказать, голосуйте за Единую Россию. А, мы еще не знаем, как это все будет обставлено. Да, но мне кажется, что в городе... Но там же тоже про 500 рублей, когда, вот, мы говорим, там же тоже про депутатов-одномандатников, если мне память не изменяет, речь шла, да? Ну, и про одномандатников и за Единую Россию, если я как бы не ошибаюсь, было как бы все равно, это Единая Россия. Вот, поэтому я не знаю, сработает ли это в городе, ведь не смогли же они, по большому счету-то, как бы... Когда были выборы, то мы сейчас говорим, когда были выборы, законодательное собрание в городе, городские округа взяла оппозицию, ну, прошли... Кроме трех округов, где прошли врачи. Да, да, ну, потому что врачи в последнее время сделали героями, вот они там на передней линии борьбы с ковидом, вот осталась там передняя линия, видимо, только борьбы с ковидом, а со всеми другими болезнями передней линии уже нету. Ну, видимо, никакой линии борьбы с болезнями, другими болезнями, кроме ковид, уже у врачей нету. Ну, окей, хорошо там, я не знаю, какие-то были ли или не были там подтасовки, как бы, ну, у меня каких-то достоверных данных по этому поводу, ну, нет, чтобы утверждать или там не утверждать такое, что в пользу кандидатов от Единой России. Поэтому, ну, прошли и прошли хорошо, но это же чистый проигрыш. Ну, вот смотрите, был Голиков Николай у меня вскоре после выборов в особом мнении. Мы с ним разбирали эту ситуацию по одномандатным округам в Кирове, почему в Кирове оппозиция взяла шесть одномандатных округов, а представители Единой России только три. Николай Голиков говорит, потому что, в принципе, не были заинтересованы власти именно в городе, потому что законодательное собрание, там, расклад сил, расстановку сил в законодательном собрании, как вы верно сказали, вначале сделали округа в районах области. Сельские, сельские, да. А с Городомой будет ситуация другая. Здесь будут биться за одномандатные округа, то есть прям битва будет. Ну, хорошо, я уверен, что в городе, если бы вот и в некоторых там сельских округах, если бы оппозиционные партии бы объединились, и объединенных выдвигали кандидатов, то они даже в некоторых сельских округах могли бы взять те или иные мандаты. А в городе, если они объединятся и выставят единого, как бы, кандидата против кандидата Единой России, я уверен, что, ну, репутация у Единой России настолько уже подмочена, что ни один, с моей точки зрения, добавлю как бы, да, ни один думающий человек или умеющий думать человек, умеющий анализировать человек за кандидата от Единой России не проголосует. За члена Единой России сейчас голосовать, ну, это просто безумие. А если там человек хороший будет, который много делает? Хороший человек, с моей точки зрения, хороший человек, с моей точки зрения, в Единой России не останется сейчас. Я понимаю, что у него могут быть разные соображения, мы с вами уже это обсуждали, там, кто-то карьера, кто-то там денежную, кого-то взаимоотношения с бюджетом, кого-то работа. А кто-то искренне считает, что используя инструменты Единой России, он может людям помочь. Я не встречал таких, кто, что кто-то, я лично не встречал сейчас, в последнее время, таких единороссов, которые искренне считают, что их партия реально самая лучшая для страны. Ладно, Азиз Алич, все-таки вот это решение, 36 депутатов по одномандатным округам, вам как кажется? Это вот, ну, не знаю, некий задел на ближайшие выборы в городскую думу, чтобы сохранить за собой там преимущество? Кроме того, кроме, значит, единороссы ведь заигрываются политикой, как бы, а вместо того, чтобы реально заниматься улучшением жизни горожан и самим представлять, как от партии какие-то, то есть кроме того, что заработанные нами деньги городского бюджета тратить и говорить, что это сделала Единая Россия, На месте налогоплательщиков, конечно, они ничего больше не умеют. А так бы выдвигалось бы, вот посмотрите там, что год уже скоро, да, стратегия развития города принята? Да. Окей, вы слышали, что готовится отчет какой-то, значит, о выполнении этой стратегии? Как мы продвинулись, на каком этапе мы находимся? Как сказалось, как сказался первый год, так сказать, работы в рамках этой стратегии по развитию города? Ну, я не знаю, просто, может быть, не отчитываются, работа-то, может быть, идет, а зачем? Что говорильное заниматься? Надо работать, а здесь... Подождите, при чем здесь говорильное? При чем здесь говорильное? Стратегия – это постоянно действующий инструмент, то есть ты все время должен ее корректировать по ходу того, как идут твои дела. А чтобы ее корректировать, нужно давать людям информацию. Мы корректируем, потому что произошло то-то, 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 и, значит, мы целей достигли на столько-то процентов по стратегических целях и движемся еще туда-то, в таком-то направлении. Нет. Ну, может, перед Новым годом отчитываются. Да разве до этого по принятой стратегии «Единая Россия» отчитывалась, значит, о том, как делалось? И сейчас ничего не будет. Поэтому тут вопрос-то как бы... О чем? Ладно. Только это политические игры. Я не уверен, что эти 36 депутатов, они... Я не знаю... В общем, верите вы, не верите в то, что удастся, например, «Единой России» сохранить большинство в городской территории? Не удастся. Не верите? Даже при таком раскладе? Даже при таком раскладе. Даже если это решение пройдет? Не удастся. Говорит Азия Сагаев. Хорошо. Тут телеграм-каналы, между прочим, пишут о том, что помимо сокращения, точнее, помимо изменения формы выбора депутатов в городскую думу, есть еще одно изменение, которое предлагается. Это отказаться от полномочий по контролю за землепользованием и застройкой в городе депутатам, да, и передать эти полномочия чиновникам городской администрации. Я не знаю, как это юридически... Я специально не изучал этот вопрос как бы перед приходом к вам. Как это юридически прописано реально в уставе города и в других нормативных актах города. Но считаю, что отказ депутатов от своих полномочий по контролю за деятельностью, за любой деятельностью администрации ведет к тому, что в принципе этот орган, как городская дума, не нужна. В принципе, как бы формально. Но мы-то понимаем, что городская дума неформальна, а содержательна. Это орган представителей, жителей города, а деятельность администрации города должна быть подотчетна, собственно говоря, жителям города. Не правительству Кировской области, не губернатору Кировской области, а жителям города. То есть этим самым представителям. И если эти представители вдруг отказываются от своих полномочий, ну мне кажется, что... Ну пока еще не отказываются, пока еще только предлагаете. Ну вот те, кто предлагают, я думаю, что им просто некогда, или они считают, что им не нужно это. Вот им просто надо уйти из депутатского корпуса и заниматься тем, что они считают для них целесообразно. Вот Ковалевой не хочется заниматься, но тогда непонятно, зачем она вообще избралась депутатом и стала главой города. Пусть уходит и пенсионирует себе потихонечку, занимается там выращиванием винограда. Как-то вы прям сурово. Ну а как? Либо ты занимаешься в интересах жителей города деятельностью, либо ты идешь выращивать картошку или виноград, зависимо от того, что тебе ближе. Ну смотрите, вот пока неизвестно вообще там, да, чем обоснована вся эта история с предлагаемым отказом от полномочий. Может быть, будет пояснение чуть позже, да, пока... Любые пояснения по поводу отказа от полномочий по контролю за деятельностью администрации городской думы от Лукавого. От Лукавого, говорит Азиз Агаев. Ладно, слушайте, вот давайте, чтобы далеко от выборов не отходить, сразу же немножечко про ЗАГС еще поговорим. Про вот эту историю с распределением портфелей в законодательном собрании. Через две недели ЗАГС собрание снова собирается. 28 числа будут выбирать, я надеюсь, по крайней мере, еще одного вице-спикера. Решили на двух остановиться, потому что количество депутатов сократилось до 40 человек. Вместо трех вице-спикеров предложено оставить двух. Одного из вице-спикеров выбрали, это Ирина Морозова, это представитель Единой России. И выбрали председателя комитетов. Семь комитетов, шесть из них также возглавляют представители Единой России. Владимир Костин от оппозиции возглавляет один из комитетов. И все. Собственно, на второй пост вице-спикера предлагала Справедливая Россия Альберта Бекалюка. Он не прошел. Неизвестно, кого Справедливая Россия выдвинет. И может, и несправедливая Россия, может, объединенная оппозиция наконец-то кого-то выдвинет. А может быть, и Единая Россия выдвинет своего вице-спикера. И учитывая большинство Единой России в ЗАГС собраний, 24 человека из 40, может быть, он и пройдет. И? Вам как кажется? Вот эта вот история с тем, что Единая Россия, ну, в некотором смысле, захватила все более-менее значимые посты и все такие видные кресла, да, это что такое? Это как бы вот действительно стремление влиять как-то на законодательные собрания отовсюду и по-разному, да? Или это вот, как один из наших гостей сказал, такое желание флажками, что ли, обозначить территорию, да, что вот это вот наша полянка, а вы тут, оппозиция вас меньше, поэтому вы молчите? Ну, это не флажками, а это прямо, собственно говоря, сказано, что кто здесь хозяин, собственно говоря. Поэтому я в принципе не понимаю, как бы там, почему именно флажками, но это прямо как бы, прямо сказано, что вы никто, вот. Мы тоже никто, потому что по квалификации не очень подходим там, так сказать, по занимаемым там должностям. Есть там некомпетентность некоторых людей, ну, даже вот очень уважаемому доктору, так сказать, Ирине Морозовой, там, ну, не знаю, может быть, она на ближайшие годы-два сумеет переквалифицироваться и стать хорошим заместителем, вице-спикером, да, таким же хорошим вице-спикером, каким она является доктором, да. Вот, но понятно, что, как вице-спикер, она никто, так сказать, да, по большому счету. То есть, невлиятельная? Она и невлиятельная, она и некомпетентна в этой области, как бы, ну, в области законодательной работы, значит. То есть, она новичок, вы про это? Ну, новичок, и для того, чтобы стать не новичком, ей придется очень много учиться и очень много над собой. Потому что она готова, вы не знаете. Ну, мы же видели, какая она готова, как бы, в предыдущем, там, значит, по предыдущей ее деятельности. Поэтому, ну, что тут, как бы, не о чем говорить. Или там тот же, там, значит, там, председатель бюджетного комитета, там, Чурин, например, условно говоря. А, вот тут, кстати, много много было разговоров, не только связанных с некомпетентностью, но еще и с семейственностью. Ну, вот тоже, как бы, для меня очень-очень большой вопрос, лично для меня, там, то есть, человек, которого никто не знает, как авторитетного специалиста, там, бюджетному законодательству. И даже по вопросам управления у многих есть, там, сомнения. Поэтому, или там, ну, то есть, можно по всем, как бы, посмотреть. То есть, в данном случае Единая Россия подходила даже не с точки зрения, то есть, Единая Россия подходила точно не с точки зрения интересов области при выборе председателей комитета. А единственное, то есть, с чем она подходила, ну, первое, как бы, да, это... Это фракционная принадлежность у проекта? Да, даже не фракционная принадлежность, то есть, они исходили прежде всего из того, что, насколько этот человек верный и послушный. То есть, к ноге, так к ноге. Вот, ну, это моя личная точка зрения, как бы, да. Да, это особое мнение, конечно. Да, вот именно с этой точки зрения, потому что, ну, и все посты, как бы, то есть, мы можем, в принципе, по всем, как бы, по деятельности, ну, того же там, ну, у меня нормальное отношение, так сказать, к роману, там, знаю его и сильно, и слабые стороны. У какого романа? Там два романа. Береснева. Береснева, прям спикер законодательного собрания Романа Александровича. Ну, а как спикер, я не знаю, посмотрим, посмотрим, то есть, будет ли реально законодательная власть, там, а не такой, как она была, там, при Быковой Бакине и Коноваловой. Ну, вот, то есть, не предыдущий собрания? Да, не предыдущий. Как его обозвали? Зазачный? Да, ну, вот, я думаю, что роман тоже зазачный. Вы думаете? Да, да, потому что он... Ну, подождите, он себя еще не показал, дайте человеку проявить. Ну, давайте посмотрим, он как себя показал, будучи, там, председателем профсоюза, там, условно говоря, давайте посмотрим, что... Между прочим, будучи председателем профсоюза, митинги против пенсионной реформы организовывали. Я слышал его, как бы, выступления, я понимал, из чего эти выступления исходят, значит, и других вариантов у профсоюза, кроме как, давайте мы покажем, что мы защищаем чуть-чуть интересы, потому что то, как они проводили эти митинги, как они протестовали реально, и как потом все дружно поддержали Единую Россию, которая эту, собственно говоря, реформу и проводила, понятно, что это профанация, а не митинги, понимаете? Ну да, но зато они были единственными практически, кто собрал такие многочисленные митинги, больше-то никто не вышел. Подождите, если бы Единая Россия, значит, сказала бы, давайте соберем митинг против пенсионной реформы и будем там танцевать и полисять, и праздник устроим, они смогли бы тоже подвезти, собрать, как бы, там, на автобусах помочь, там, провести, то есть, в принципе, то, что делал профсоюз, это именно это и было. То есть, там не было реальных митингов. Это профанация протеста. Это чистой воды профанация протеста была. Поэтому я слышал его выступление у нас на Кировском Союзе промышленных предпринимателей, слышал, что он говорил и как говорил, как бы, ну, понятно, человеку надо было обозначить, и он обозначал. Поэтому нет, я думаю, что, я думаю, что кроме митингов, ну, даже если вы хотите ему это в заслугу записать, кроме митингов у него, все остальное, пожалуйста, смотрите всю его деятельность и все результаты его деятельности, все, послушайте его выступления или, там, мероприятия, которые он возглавлял и проводил, ну, все же понятно. А подождите, вы говорите про то, что человек не будет в конфронтацию вступать, там, если что, например, отстаивая интересы. Вот слово конфронтация, понимаете, слово конфронтация, Аня, ну, не люблю я такие слова. Слово конфронтация это то, что произносят люди, которые против нормального конструктивного диалога. Ну, вы же не против нормального. В дискуссию. Хорошо, в дискуссию. Человек не будет вступать в содержательную дискуссию с исполнительной властью и не будет давать такую возможность законодательному собранию. И в законодательное собрание, собственно говоря, с моей точки зрения, кроме оппозиционных, как бы, депутатов, кто мог бы вступить в дискуссию, других людей. Вы не видите. Опять, Единой России таких людей уже нет. Роман Титов? Роман Титов? Да. Ну, к сожалению, он настолько противоречивая фигура, как бы, он настолько, вот, я уже боюсь за него. Как бы у него, как бы ему не пришлось потом к специалисту-психиатру обратиться. Потому что туда-сюда у него, как бы, вот эта раздвоенность личности, там есть термин, я его не хочу называть, как бы, не провело. Иногда он просто выступал, подождите, иногда он выступал там достаточно с критикой всего, да, та же вот мусорная реформа, заваленные эти наши контейнерные площадки в Новый год, транспортные реформы. Если бы он еще вот это бы не сказал, когда наши контейнеры завалены, сказал бы, они не завалены. Не, ну, слушайте, были же те, кто молчал. Как представители исполнительной власти говорят, что они ничего не завалены, это все время так бывает. И, конечно, были те, кто молчал, но если бы уж Роман Детов это бы не сказал, ну, совсем его уважать было бы не за что. А так? А так, вроде как, ну, хороший парень. Ну, переживайте, ладно. Ну, как не переживать? За наших вятских пацанов, которые выбрались куда-то, и которые бы должны показать, что они настоящие мужчины, и они в интересах готовы, как бы, своей малой родиной хоть что-то сделать. Как за них не переживаю, потому что смотрю, вроде хороший парень. А как попадет в эту, ну, не банду, а тусовку, как бы, единороссов, блин, сразу что-то происходит с человеком. Это не только законодательного собрания касается, почему-то это касается, там, на местном уровне всех органов власти, а на федеральном даже государственной корпорации. Происходит сразу, как бы, человек, как будто здравый смысл теряет. Есть все, что в шею кусают, Азиз Алич, там по коридорам ходит, кто-то кусает в шею. Человек сразу меняет свою точку зрения. Ну, ладно, уж до зомби-то не дошли уже, ладно. Ладно, ну, это шутка такая. Да, да. Да, слушайте, ну, вот, все-таки ваш прогноз 28-го числа дадут оппозиции пост вице-спикеры или нет? Не знаю, давайте сейчас не будем гадать, какой именно оппозиции. Я даже не знаю. Дело в том, что, может быть, и дадут, может быть, и уважат, но про Костина-то мы все, как бы, знаем, что он, ну, реально был хорошим вице-спикеры. Владимир Костин, да, ЛДПР. Но ЛДПР очень маленькая фракция. Ну, ЛДПР маленькая фракция. То есть, в данном случае, по-хорошему... Я даже не знаю, можно ли фракцией это называть трех человек. По-хорошему, так надо бы дать справедливую Россию. Они именно, так сказать, уже вторые, как бы, пришли, да? А можно сказать, что так, если по партиям, так они еще и показали, ого-го, кто здесь, как бы, хозяин там. Ну, и в городе же взяли они шесть одномандатных округов. Но им не дали, смотрите, вот они Альберта Бекалюка выдвигали, не дали. Им не дали. Будет вторая попытка, интересно. Может быть, я бы, в принципе, принципиально бы снова Бекалюка выдвигал. И снова, например, его... И снова его не дадут. То есть, тем самым показывать, значит, людям, кто голосовал, что именно единороссы против нормальной конструктивной работы. И в реальности, в принципе-то, надо давать людям, которые понимают, что такое бюджет, как он формируется, как выполнять там программы государственные. То есть, как деньги зарабатываются, то есть, они крадутся и не присваиваются. То есть, надо вот контроль за бюджетом, например, давать именно... И в данном случае реально контроль за бюджетом, если это будет в руках первого вице-спикера, ну, точно не у Ирины будет Морозовой, потому что ей еще больше придется тогда учиться, чтобы еще этот там понять, да, условно говоря. А реально надо давать вот оппозиции, чтобы они реально контролировали, а что делает правительство-то с деньгами налогоплательщиков. Ну, а в статусе рядового депутата они разве не могут это контролировать? Не получается. В статусе рядового депутата, насколько я понимаю, очень редко дают полную информацию, то есть, там, ограничивают доступ к информации. Ага. Вообще, на самом деле, интересно, конечно, посмотреть на итоги заседания 28-го числа, что будет. Но вы вот скажите мне, пожалуйста, вы вообще довольны результатами выборов в законодательное собрание или нет? Мы с вами незадолго. В каком смысле? Чем? Ну, тем, что в процентном отношении сколько получила Единая Россия, она даже получила, в результате, ей сосчитали больше, чем она заслуживает, так сказать, того в итоге, да? Нет, ну давайте про законодательное собрание. Законодательное собрание интереснее стало по составу, по соотношению сил там, по людям, которые оказались там или нет? Ну, время это покажет. Я думаю, что оно стало интереснее как раз за счет вот вхождения туда вот оппозиционных депутатов от «Справедливой России», и, значит, интереснее стало, ну, или осталось интересно за счет того, что Костин там остался все-таки. Он показал себя в предыдущем законодательном собрании именно человеком, который, ну, радеет за интересы Кировской области. То есть он, причем спокойно, если я, может быть, иногда эмоционально радею, там, условно говоря, там, да, за интересы области или говорю эмоционально, может быть, кто-то обижается, я прощения прошу у всех, кто обижается заранее. А вот он, как бы, вот он умеет, есть чему поучиться у человека, да? Ну, Владимир Александрович, кстати говоря, многие называли, ну, хорошим кандидатом на пост вице-спикера от оппозиции. Он хороший кандидат на пост спикера. У ЛДПР не так много депутатов. Он отличный кандидат на пост спикера. То есть если сравнивать его и... Мы это видели. Да, его и Романа, так сказать, да, то... В предыдущем создании. То, да, то он намного, как бы, качественнее. Он как кандидат намного... Не как человек, да, как человек, у обоих есть свои достоинства и недостатки, а как кандидат, как человек, который мог бы управлять процессом на ЗАГС-собрании. Он намного качественнее. Но не сложилось. А и не сложилось бы, потому что, еще раз говорю, сегодня этот орган власти формировался не в интересах Кировской области. Он формировался в интересах политических каких-то там реалий, политических партий и в интересах тех, кто вот из этого дома, из исполнительного органа, серого дома управлял вот этим процессом. Азиз Агаев в нашей студии, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-инфорум», заместитель председателя Кировского союза промышленников и предпринимателей. Про предпринимателей сейчас будем говорить после небольшой рекламы. Продолжаем особое мнение. Азиз Агаев в нашей студии про предпринимателей будем говорить, сказала я, тем, как жить предпринимателем в наши непростые коронавирусные времена. В понедельник озаботился в очередной раз Роспотребнадзор. Вышло постановление главного санитарного врача по Кировской области, руководителя управления Роспотребнадзора Елизаветы Белоусовой. И, собственно говоря, постановление предписывает введение обязательной вакцинации на территории нашего региона. Пока не для всех, пока только для определенных категорий. Но если проанализировать список этих категорий, мы все понимаем, что это большое количество разных абсолютно субъектов бизнеса в том числе. И чиновники туда же попадают, и представители силовых структур, ну, собственно, торговля, салоны красоты, бани, сауны, фитнес-клубы, общепит, клиентские офисы организации, МФЦ, работники транспорта, образования, сферы ЖКХ, досуг, культура. В общем, все. 80% сотрудников должно быть привито. 20% отдается на тех, кто не может прививаться по каким-то медицинским причинам, как я понимаю. Ну, и, видимо, на тех, кто не может, ну, в силу определенных обстоятельств, ну, в частности, например, беременные, да, кому запрещено вакцинироваться. А как это будет на практике реализовываться, у меня есть ощущение, что пока никто не понимает. То есть до 15 ноября надо сделать первый укол, если я не ошибаюсь, или до 10 сейчас, вот я просто посмотрю в своих документах, где я выписывал, да, до 10 ноября, и до 10 декабря, соответственно, второй. Это ведь огромное количество людей, еще не вакцинированных. В Кировской области официально, по-моему, около 30% сейчас привито. Все эти люди сейчас толпой побегут в больницу, либо делать прививки, либо, извините, брать медотводы. Вопрос? Вопрос, зачем все это? Ну, они же объясняют, они объясняют, что они спасают страну, они спасают людей от вымирания. Можно спасать, можно даже спасать при помощи вакцинации, но вот мне кажется, что эта история с принудительной вакцинацией, обязательной вакцинацией, это, наверное, не метод, уж тем более не метод вводить ее в течение месяца-полутора. Ну, смотрите, новый, этот председатель Организации Объединенных Наций, новый Генсек, сказал, что к какому-то там месяцу 22-го года весь мир должен быть стопроцентно там вакцинирован. После этого, значит, очередные там инсинуации ВОЗа, и после этого, значит, в нашей стране пошли очередные инсинуации, значит, должностных лиц по поводу того, что вот, значит, надо обязательно прививаться, потому что это спасает. После этого даже на нашем уровне, я не знаю, где такую статистику берет, как бы, с моей точки зрения, лично с моей точки зрения, я не говорю врет, это грубо, но говорит неправду губернатор, когда говорит, что 98% там болеющих, условно говоря, тяжело болеющих, это непривитые. Чего в статистику не верить? Я не знаю, кстати, как она считается. Откуда он взял эту статистику? Где она, эта статистика? Пусть она будет открыта, эта статистика. В отдельных организациях цифры расходятся, поэтому статистика доверять сложно. Да, кроме того, значит, когда они начинают, что вот, слышишь иногда тут в соцсетях, особенно там на вашем эхе Москвы, там, вышестоящем там, что самое опасное, это когда вот один врач сказал, знакомый врач сказал, да, вот. Так вот один знакомый врач, а где нам брать информацию? Вот мы разговариваем со знакомыми врачами, и они нам говорят, что очень много. Я не говорю, что их больше, чем непривитых. Очень много болеет привитых. Да мы и сами уже их знаем. Ну да. Мы уже сами их знаем. Мы знаем, у нас в прессе проходит, пожалуйста, вам из известных там лиц можно список привезти. Такие-то губернаторы заболели, там, такие-то артисты заболели. Ну и окружение Владимира Путина тоже заболело. Пропагандистские. А там наверняка тоже все привиты. Да, 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 там. А потом нам говорит Владимир Владимирович, вот я вообще не понимаю политику области, потому что надо с Белоусовой вообще, надо с Кремлем-то немножко посоветоваться, потому что нам Владимир Владимирович говорит, что он не делает ревакцинацию, потому что у него высокий, так сказать, титр. Уровень антител. Да, высокий уровень антител. А Лавров нам говорит, что когда он разговаривает с министром основных дел Таиланда, он не нам говорит, а ему говорит, то спрашивает его, я привился, а вы? А он говорит, значит, а я нет, потому что я переболел. И у меня высокий уровень антител. То есть, слушайте, ну, что за людей-то за скот, людей страны за скотов-то держать? Ну, объясните мне, то есть, сегодня уже в Европе говорят, ой, мы ошибались. То есть, раньше говорили, что, они тоже говорили, что привитый может прививаться через год, а не привитый через полгода, потому что, оказывается, антитела худшего качества у переболевшего. У переболевшего худшего качества антитела. Теперь они говорят, ой, мы ошибались. У переболевших антитела могут сохраняться год и более. О, интересно мне. Ну, смотри, ну, вот это, подождите, вот это вот как бы такая прям тема, которая отдельного разговора требует. Я вас немножко про другое хочу спросить. Спросите про другое. Простите, что тороплю, просто у нас три минуты осталось, да? Что такое принуждение? Принуждение – это ужас, это нельзя. Я не знаю, чем это обернется для бизнеса кировского, потому что Роспотребнадзор говорит о том, что, естественно, есть там уровень ответственности, штрафы, и там разные есть формулировки в разных ситуациях, штрафы разные. Когда-то там они, извините, 20 тысяч рублей, а когда-то они 150, в зависимости от того, какой режим на территории Кировской области установлен. И вот сейчас, до 10 ноября, все 80% тех организаций, которые так или иначе с людьми контактируют, должны пойти и сделать вот эту себе прививку. А если не сделают, то им дадут штраф. Я не знаю, что сейчас будет. Им дадут, их могут уволить, учитывая ситуацию с депрессивной экономикой на территории Кировской области. Люди, наверное, будут держаться, наверное, кто-то побежит. А никто, вы понимаете, в чем проблема? А руководители что будут делать? Слушайте, как они своих работников сейчас отправят на прививку массовую, если, например, там из них половина потом с побочками сляжет дома? Кто работать-то будет? Ну, кто-то сляжет с побочками. Тут вопрос-то вот в том, что государство в данном случае в лице вот этих вот не очень соответствующих своей должности должностных лиц ставит всех, слово-тругательное, не хочется говорить, ставит всех в известную позу. Ну, к стенке всех ставят, приперлых к стенке, давайте так сказать. Да, значит, почему? Потому что, значит, если ты просто работник, значит, тебя могут, если ты в государственных органах, тебя могут уволить. Значит, понятно, кто-то пойдет в суд, суды будут завалены этими делами. Мы знаем же президент Европейского суда, который сказал, что увольнение является способом принуждения. Ну, там не уволить, там без содержания в отпуск отправить. Место рабочее сохраняется, зарплату не платят. Да, но мы все понимаем, что отправить без содержания – это лишить человека работы и средств существования. Учитывая, что у 80% населения нет доходов, сбережений, что это означает? Это означает, что зубы на полку. То есть это тот вариант, который либо… То есть ты за хлеб должен отказаться от здоровья и от своего убеждения. Понимаете? И теперь по предпринимателям. А предприниматели тоже ставят в известную позу к стенке. Хотите, пусть эта поза будет у стенки, я не знаю, как это так сказать. Потому что их начнут штрафовать. То есть и так ситуация… А начнут? Или вы думаете… Продолжат штрафовать. Нет, 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 подождите. Все-таки будут штрафовать и будут массово штрафовать? А как? Или будут глаза закрывать? А как? Ну, тут если будут глаза закрывать, они очередной раз себя на посмещище выставят. Ну, а если предприниматели в этой ситуации не будут сопротивляться, то они себя выставят точно, значит, как стадные, как бы… А как они могут сопротивляться? А пусть сопротивляются. А как? Пусть собираются, пусть докладывают, пусть подают массово в суды, значит, пусть, не знаю, пусть не здороваются с этими должностными лицами. Пусть соседи предпринимателей говорят им, ай-яй-яй, нехорошо, то есть не надо к ним домой ходить, а говорить им, что вы неправильно, так сказать, поступаете. Знакомые, пусть им предприниматели, кто их знает, пусть звонят им, объясняют. Они же должностные лица. Мы можем в их рабочее время звонить и говорить им, что они неправильно поступают? Наверное. Пусть прокуратура работает, в конце концов, уже не в этом смысле. Смотрите, статья 19 Конституции. Дискриминация в любом виде, в том числе по любым обстоятельствам, не допускается. А это чистой воды дискриминация. Азиз Алиевич, у нас времени не остается, к сожалению, ссылаться на Конституцию в России современной. Это как-то, вот я не знаю, очень-очень идеалистически, я бы сказала. Я не хочу говорить. Ну, не знаю, ведь Конституция разрешает нашему президенту еще раз баллотироваться. Да, измененные, перекроенные. Ну, вот, все равно же. Так эта статья, на которую я сослался, она же осталась неизменной. Вот, да. Поэтому, я не знаю, идеалистически, не идеалистически, если мы не будем ссылаться на какие-то нормы, законы, и у людей не будет законных вариантов бороться за свои права, то давайте просто зададим вопрос, чтобы нас не обвинили ни в чем. То к чему мы придем? Когда-нибудь. Ази Сагаев в нашей студии, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ», заместитель председателя Кировского союза промышленников и предпринимателей, мы особое мнение на этом заканчиваем. До свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM